здрасте соскучились я очень в попытке угодить всем пользователям а также выделиться на рынке компании производители камер в погоне за инновационными дизайнерскими решениями допускают очень серьезные факапы общественность негодует в лице меня о таких случаях мы сегодня и поговорим это можно сказать мой личный топ откровенно бестолковых дизайнерских решений ну что поехали и так на седьмом месте panasonic s1 и s1r со своим уникальным расположением рычага включения камеры ребята а вы сами пробовали включать свою камеру это я сейчас обращаюсь производителям камер panasonic кто вам сказал что это удобно у вас достаточно дебелый кирпич указательным пальцем дотянуться до включателя крайне неудобно а зачем туда то зачем туда других мест не нашлось но слава богу и производители камер panasonic все-таки одумались и в новой камере s1h добавили рычажок включения в правильное место но вы понимаете о чем я на шестом месте мой любимчик nikon z6 и z7 со своим абсолютно убогим батарейным блоком без органов управления и спуска затвора да ко всему прочему и дизайн самого батарейного блока абсолютно посредственный но зато супер инновационная технология вставлять аккумуляторы с разных сторон но это надо было додуматься вероятнее всего люди которые причастны к разработке батарейного блока не имеют никакого отношения к разработке дизайна камеры абсолютно посредственный девайс не рекомендую к покупке категорически на пятом месте моя любимая компания олимпус которая пошла от обратного она наоборот в свою маленькую компактную камеру интегрировала батарейный блок без возможности его изъятия из-за чего омд м1 x получилось крайне громоздкой и с подобным размером она уже становится в один ряд с такими мастодонтами зеркальных фотокамер как nikon d5 canon 1 dx ребята у вас камера с микро 4 3 куда вы и это при том что кассета в камере стоит под два аккумулятора они под один большой не хочется шутить по этому поводу но это как огромный качок с маленьким ну вы понимаете сенсором все что вы сделали это впаяли батарейный блок непосредственно в камеру и по сути лишили своих пользователей возможности отсоединить его и сделать камеру более компактной ну хоть кнопки оставили не то что некоторые на четвертом месте canon и usr со своим слайдером который по сути похож на горизонтальную кнопку вызова лифта если вкратце то это дизайнерское решение было настолько бестолковым что реальные пользователи камер canon и usr блокировали эту функцию чтобы на их и лишний раз не раздражала попытка оказалась провальной соответственно в последующих камерах мы уже вряд ли увидим подобную функцию третье место разделяет canon и usr и canon и usrp которые аж целое колесо выделили для включения камеры а диск управления режимами стали да ладно нахер пускай управляют через сенсорный экран или может просто производитель решил шикануть и выделиться типа у нас настолько много места что мы прям целый барабан вам сделаем для включения камеры а может просто производители канона считают что лучше быть уникальным чем быть удобным ведь всем нам давно известно что самое удобное место для включения камеры это может быть кто-то еще через пару десятков лет догадается что уже есть уже придумали уже изобрели уже догадались установить то золотое место где очень удобно включать камеру с подобными функциями включения все давно знают что однорукие на canon не снимают зачем изобретать велосипед серебро у нас делит аж целая куча камер компании fujifilm за свое патологическое желание убирать кнопки из тех мест где они как раз нужны про камеры fujifilm xe3 xt30 x100v x pro 3 и даже gfx 50r и какое же чудное дизайнерское решение объединяет все эти камеры а именно то что производитель по какой-то невидимой мне причине решил убрать корпуса камеры джойстик крестовину и вместо этого повесить часть функции на маленький сосочек я конечно понимаю эту невероятную любовь японцев ну вы понимаете да нам нужны кнопки нам нужны кнопки мы на них нажимаем мы на них вешаем функции в конце концов а вместо этого нам приходится свайпать вправо влево на джойстик на этот маленький вешать кучу функций это крайне неудобно я бы еще понял если бы у вас не было места а так у вас ну супер предостаточно место слава богу слава богу в x-t3 оставили слава богу оставили в x-t4 так что производители камер fuji перестаньте выпиливать кнопки оставьте их в покое займитесь другими вещами добавьте все таки в прошивке x-t3 пленочный пресет classic negative я понимаю что вы хотите быть супер продвинутыми но ваши фанаты любят камеры как раз не за продвинутость а за ретро дизайн и за тактильные ощущения а вы вместо этого забираете у них тактильные ощущения и впихивайте это свайпанье по экрану это не очень доставляет удовольствие когда ты в процессе съемки начинаешь ерзать там у себя под у себя под глазом особенно если ты пользуешься электронным видоискателем к тому же есть у тебя такой же большой нос как у меня ты можешь случайно поменять баланс белого ну и апогей всех бестолковых и убогих решений стала камера барабанная дробь x pro 3 о боже я такого дебильного решения давно не видел я хотел бы в живую пообщаться с людьми которым понравилось которым понравилось вот это вот дизайнерское решение с вот откидным таким дисплеем кому ребята вы делаете камеру x pro 3 это практически ваш флагман и опять же вы оттуда выпилили мультиселекторный джойстик но зато добавили отличный откидной дисплей который еще не поворачивается скажите пожалуйста для кого вы это делали теперь теперь весь функционал по управлению камеры у вас ложится на даже посвайпать нельзя потому что нужно опускать эту бороду под предыдущим роликом кто-то мне написал не материться в итоге не делаешь фото а дрочишься с камерой не гуд не гуд не гуд как по мне если вы делаете флагман вы должны интегрировать все самое лучшее туда а не выпиливать и добавлять что-то в в итоге получилось камера по моему мнению по моему вы же помните имха камера получилось очень посредственная да нового аккумулятора нет стабилизации нет но зато fujifilm x100v слава богу сделали нормальный поворотный дисплей в принципе меня и откидной дисплейчик в камере xt3 вполне устраивает и как по мне это одно из лучших решений вот такой вот был топ не ведитесь на бренд покупайте лучше а это был мой просто базар а ты что хочешь то и делай но не матерись знаете что мне напомнил вот этот вот экран откидной кто помнит в 90-х у всех были вот эти вот стенка гарнитур да там был бар а-ля секретер и там прям вот эта вот штука опускалась вот так вот чем фишка со временем она в общем разбалтывалась и начинала падать когда ты мимо нее проходишь и это так раздражало что просто хотелось забить его гвоздями я был маленький меня эта штука пугала видимо у меня какая-то детская травма поэтому я очень воспринял вот эту вот интеграцию вот это вот секретера этого в камеру x pro 3 короче испоганили классную камеру так само главное даже развернуть нельзя ну чтобы он не раздражал но зато добавили маленький монохромный дисплейчик вот других просто мест не нашлось я считаю что нельзя экспериментировать со флагманскими камерами они продаваться не будут просто у меня все